То есть вы, Владимир Владимирович, убивали чеченцев в интересах русского народа? Не башкирского, не татарского, не якутского, а именно русского? Не думаете ли вы, что переселение чеченцев и других народов Сталином вынужденной мерой у Сталина не было выбора, так как был риск начала диверсии и войны против СССР этими народами? Может ли Чечня отсоединиться от РФ? Армия вроде есть. Так, Чечня-то, конечно, могла бы свободно отсоединиться, и как раз в тему сейчас, наверное, будет. Тут на днях, в преддверии своей встречи с Байденом, Владимир Путин дал интервью NBC. И все агентства акцентировали внимание на то, что ему дважды задали вопрос про слова Байдена, что он убийца. И является, считает ли он себя убийцей, спрашивали у Путина, и Путин не давал прямого ответа, типа, нет, я себя не считаю. Что, по сути, в принципе, абсолютно понятно. Наверняка Путин не считает нужным отвечать на подобные вопросы. Поэтому я не считаю вообще нужным акцентировать на такие вещи внимание. Но в этих своих ответах на один и тот же вопрос дважды он высказал одну историческую, можно сказать, вещь. Он до этого ни разу нигде подобного не говорил. Давайте сначала послушаем, что он сказал. Таких обвинений слышал десятки. Особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа. Он говорит, что в этот тяжелый период войны на Северном Кавказе, воюя с нами, он руководствовался интересами российского государства и, внимание, русского народа. Он убивал нас с вами в Чечне и на Северном Кавказе в интересах русского народа. Никогда еще до этого Путин никогда такого не говорил. Вот так вот откровенно никогда он еще подобного не озвучивал. Поэтому вот на что нужно акцентировать внимание. Это исторические слова, за которые нужно зацепиться и о которых нужно его спрашивать. Журналисты, общественные деятели, правозащитники сейчас должны задавать вот этот вопрос об этих его словах. То есть вы, Владимир Владимирович, убивали чеченцев в интересах русского народа? Не башкирского, не татарского, не якутского, а именно русского. Не российского как-то обобщающего. Ведь остальные народы номинально тоже являются россиянами. Они все граждане России. Если бы он сказал в интересах российского народа, можно было бы говорить о неком обобщении, что он имел в виду все народы, живущие в России. Но ведь нет. Он целенаправленно выделил один народ, ради которого, в интересах которого, убивали чеченцев на Северном Кавказе. И не только чеченцев. И продолжают убивать. Что тоже немаловажно. Поэтому вот-вот, на что нужно нам акцентировать внимание, я призываю журналистов, из независимых изданий, которые так умеют задавать острые вопросы. Задайте этот вопрос Путину на какой-нибудь следующей пресс-конференции при любой удачной возможности. Задайте, спросите его об этом. То есть, как так он выделил из всех российских народов, почему он выделил именно русский? Ведь все это время нам рассказывают о том, что нет преимущества у русского над нерусским. Что нет никакой титульной нации в России. Что все народы равны. Что это такая равноправная федерация народов. Что здесь нет притеснений на религиозной, этнической почве. Нам рассказывают об этом все это время. 20 с лишним лет нужно было подождать. Вот все это правление путинское. Чтобы через 21 год наконец-таки услышать, что чеченцев убивали и убивают в интересах русского народа. Как себе это представляет Путин. Хотя я сомневаюсь, что убийство чеченцев как-то соответствует интересам русского народа. Навряд ли это служит каким-то успехом для русского или иных каких-либо народов в этом мире. Так что вот это вот очень важный и актуальный вопрос, который давайте-ка будем его задавать Путину, его пресс-секретарю и всем, кто связан с этим кремлевским правительством. Путин оговорился или прямо нагло сказал так? Ну, я думаю, об этом нужно его спросить. Нужно задать ему этот вопрос. Владимир Владимирович, вы оговорились или все-таки в интересах русского народа убивали чеченцев? Вот так надо спросить его об этом. Ас-саляму алейкум. Почему в Чечне в межвоенный период появилась такая ненависть к жамаатам со стороны многих известных чеченских командиров? Это они себя так зарекомендовали или пропаганда Ахмада. Ас-саляму алейкум ас-саляму. Но это, конечно, очень серьезно приложил к этому руку Кадыров вместе с Ямадаевыми. Просто там были религиозные разногласия, которые впоследствии переросли в политические. И вот именно политическими эти разногласия сделал и способствовал тому, чтобы они стали политическими. И именно Кадыров со своей командой приспешников, тогда у нее входили Ямадаевы. Они были его, можно сказать, ударной командой. Помимо них у него никого не было. Они на такой тейповой теме объединились, так как они все являются представителями одного тейпа. И вот тогда, к сожалению, этим людям удалось вбить этот клин. А уже спустя некоторое время мы узнали, что работали они в интересах целого государства, вражеского нам. Сейчас уже это не скрывается. Айсай Ямадаев в своем интервью рассказывал, что встречу Кадырова с высокопоставленными работниками ФСБ организовывал его брат, тот самый Руслан Ямадаев, известный как Халид, которого убили в Москве, расстреляли. То есть уже тогда они были в связке с российскими спецслужбами и работали в их интересах. Томсор, расскажи, что означало отложение вопроса о статусе Чечни до 2001-го в Казавюртовских соглашениях чеченцы же дали понять, что хотят независимости. Но тем не менее был взят некий тайм-аут, 5 лет, после которых мы должны были вернуться к вопросу о статусе. И не знаю, как там дальше договорились бы, может быть, что-то типа референдума или просто было бы достигнуто какое-то соглашение. Но это был некий такой тайм-аут, срок, необходимый для того, чтобы передохнуть, перевести дух. Все-таки война, чтобы сразу такие вопросы не решать. Но для России, как оказалось, это время нужно было, чтобы немножко собраться с силами, перегруппироваться и снова напасть. Томсор, ты считаешь, что если не расстрелять напрямую, то можно подвергнуть жизнь детей опасности, взяв их в заложники? Конечно нет, Абсуа Абхаз. Я считаю, что это преступление брать детей в заложники и вообще подвергать их жизнь опасности. Однако нельзя вешать вину за убийство детей на тех, кто их не убивал. Вот что я говорю. То есть это разная все-таки ответственность, разная вина. И когда мы говорим, что в смерти детей виноваты те, кто подверг их опасности, а не те, кто их убил. Это мы таким образом пытаемся снять ответственность с виновных. Вот этого делать нельзя. Нужно называть поименно. Тех, кто подверг детей опасности, эти люди являются преступниками. А те, кто их убил, являются преступниками вдвойне. В том числе, не думаете ли вы, что переселение чеченцев и других народов Сталином вынужденной мерой у Сталина не было выбора, так как был риск начала диверсии и войны против СССР этими народами? Нет, я думаю, это была именно такая карательная операция со стороны Сталина. Потому что, ну это 44-й год, уже все, война наоборот идет на завершение с явной победой союзников и проигрышем гитлеровской Германии. То есть 44-й год, когда нас высылают, это уже с территории Советского Союза, уже все, немцы ушли, их уже преследуют. Война, театр военных действий уже переместился вообще на территорию Европы. Поэтому то, что сделал Сталин, это, конечно, было именно такое демонстративное наказание, репрессии в отношении наших народов. Субтитры подогнал «Симон»